пойдемте в курятник другим а я работаю я продолжаю работать тут внутри медленно это все делаю конечно вы видите тут бункерные кормушки но одним по ним будет отдельное видео с чертежами размерами вдруг кому-нибудь понадобится сделать что-то похожее вот видите там вот ниша наверху вот думал туда поставлю емкость думал доску эту стропильную одну выпилю и емкость оттуда будет раздавать у нас раздаваться вода естественно вы знаете что я делаю ниппельные поилки потому что это самые правильные поилки есть много нюансов которые я понял при использовании пельных поилок буду вам показывать не все так просто нельзя просто взять повесить ниппель и чтобы с него капала вода постоянно потому что если это на улице ничего страшного впитывается в землю а если это в помещении надо делать отвод воды есть у меня по этому поводу планы не мне не нравится когда ниппельные поилки идут вместе с каплеуловителем да с такой ложечкой которая вылавливается каплю потому что там все равно появляется грязь там птицы макают свой клюв появляется заражение так далее но просто так без каплевого ловителя без отведения воды в помещении тоже нельзя делать такую систему будем делать покажу много мыслей много у меня уже опыта я считаю использование ниппельных поилок поэтому все что знаю все что придумаю с вами поделюсь но сейчас не об этом смотрите друзья мои вот у нас наш вытрезвитель как мой батя говорит батя говорит у вас тут вытрезвитель говорит сплошные клетки ну ему виднее он человек опытный смотрите видите вот тут у нас сделано ну направо налево у нас соответственно входы в клетки и над этими клетками сделаны вот такие вот точнее не в клетке а вольеры да сделано такие клетки да это клетки будут там типа брудеров для цыплят или на там петуха отсадить ну в общем видите они высокие большие туда и цыплят можно посадить и кого угодно это же соответственно тут есть кормушки вот и сверху сделано такие вот металлические из металлического профиля такие ограждения для чего для того чтобы куры не могли туда взлететь то есть они отсюда где я нахожусь кур они такие ребята летучие они спокойненько туда залетали там бы гадили и так далее я там сделал такие ниши думают там чем можно хранить не знаю там все на хранить например там положил туда тюк сена и пусть он лежит но в связи с тем что решил туда устанавливать емкость мне придется произвести кое какие изменения кое-что придется удалять то есть я планирую там над дверью поставить емкость как вы видите у меня вся конструкция очень мощная профиль такой 40 на 40 мне еще спрашивали на фига ты делаешь такой мощный профиль не нужно это делать вполне там хватило потоньше с одной стороны да ну с другой стороны я планировал что я буду размечать какие-то тяжелые емкости предметы в общем складировать все выше этажом чтобы у нас не пропадала площадь что в домашнем хозяйстве всегда не хватает площади для хранения чего-либо вот и будем учитывая то что у меня сделан так мощно каркас мы можем поставить то спокойно 600 клубовой емкости 600 литров выдержит без проблем то есть у нас там по стенке идется сороковка до труба профиль 40 на 40 тут профиль 40 на 40 короче туда все прекрасно станет но вот эти перемычки придется срезать здесь и там станет емкость потом ну да ремонтируем скажем тогда делаем здесь я наверное удалю полностью эту всю конструкцию потому что тут мы будем заносить вот через это окно которое за моей спиной то есть вот это окном будем вынимать а там вырежу только кусочек ну в общем давайте приступаем посмотрим что получится бак медный это классно некоторые говорят сдай его металлом и на вырученные деньги купить что-нибудь я вам показывал видео да как я штукатурю курятник видите как все заросло это мы в крым уехали на две недели у нас у дожди лили холодина была но для травы это самое то травы наросло немедленно так вот пока я ездил в крым все заросло перекрым я вам показал как я штукатуру эту стенку да еще мне тоже там один из зрителей сказал вот делаешь все тяп-ляп делаешь неправильно нужно было стенку грунтовать прежде чем наносить штукатурку джентльмены я прежде чем наносить сюда какую-либо штукатурку я посоветовал с товарищем которые у меня занимаются отделкой профессионально я спросил чем не подешевле от штукатурить стены не сказал товарищ возьми клей для газобетона он дешевый и он хорошо липнет газобетону проблема в том что газобетону далеко не все прилипает даже если вы хорошо прогрунтуете не факт что нормально все прилипнет а клей для газобетона липнет великолепно газобетону который просто у нас обеспылен скажем так без грунтовки поэтому вот я и делаю без грунтовки дальше у меня планы какие я буду еще грунтовать естественно потому что уже теперь надо будет грунтовать под шпаклевкой будешь поклевать шпаклевкой для влажных уличных помещений поверху этой штукатурки и соответственно будем красить по ним за наверное положу плитку чтобы ну по уровень с нашими лазами для чистки помета вот чему я все это короче видите на черновую меня за штукатурен окна наверху я ничем не штукатурю почему потому что ну не будет держаться там ничего на это деревяшка металле буду тут зашивать чем но металлом скорее всего типа вот как крыш мне сделано пластиночкой зашью и все вот на черновую у меня сделаны откосы они еще не ровные но выровнял более-менее будем их шпаклевать уже в идеале чтобы было то что видите тут у нас грязь на стеклопакетах ничего страшного них защитная пленка есть снимется будет все аккуратно вот к чему все это я потому что вот это окно у меня стоит вы видите не за штукатурен откосы я знал что буду я уже снимать это окно поэтому не стал штукатурить все начинаем подготавливать для того чтобы поместить емкость туда наверх поехали а Низ я придержу, держи вверх. Следующее отделение стенки. Давай на меня, так, чтобы у тебя краешек оставался. Обходи с обратной стороны бани, все, туда разваливаем. Давай двигай ко мне, ты же двигаешь. Вот все, наконец-то. Надо по высоте не лезть. Приподнять на себя. Леша, Леша, Леша. Мне вообще счастье казалось так близко, но оно нифига не близко. Померил то я, померил, но никак не развернуть. Пилим стропильную. Пилим стропильную, чтобы развернуть емкость. Потом стропильную обратно будем сращивать. Но вариантов других нет, потому что я ее все равно запихну. Мы думали снять площадки эти платформы, но возможно дальше придется еще и пластик этот снимать. Блин, не знаю. Короче, пилим. Можно емкость распилить. Емкость распилить, потом обратно склеить. У нас умельцы что только не пилят. Да! Диваны. Да, знаю таких людей. Снимаем одну из пластиковых площадок. Да, счастье было так близко, да? Оказалось раз и все. Вы не думаете, что вы пилите практически сук, на котором сидите? Я стремянку поставил. Думаешь, я такая лошара? Как бы не пришлось крышу разобрать, чтобы ее развернуть. Уходи сюда. Держишь? Держи, блин. Стой, стоять на палец держать, некому. Мы так подумали и решили, да ну и вовсе нафиг, разбираем курятник обратно. Металон сдадим. Да. Пиздец, сколько я варил, варил. И все кругом приходится разбирать. Но я готов снять крышу, я готов разобрать тут пол курятника, но я эту бочку поставлю, она классная. Заваливай. Вот, вот, вот. Не взращивайся. Стой, там еще... Подожди. Подожди. Не, не, это там, там надо чуть, чуть, всю конструкцию сюда нас... Сейчас я залезу выше, у меня будет виднение. Так я тебе говорю, мне видно отсюда, что там мешает, вот эта балка. Давай. Всю конструкцию чуть снизу, подожди. Все. Стать, еб. Подожди, все, 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 все. Ты подлог же? Сейчас, сейчас, я спущусь снизу, подтолкну. И нам надо сейчас ногу тут прикрутить, обратно открученную. Давай. Хоп! Хоп! Мы вылечим там, где... Раз, чик, занесли красиво. Нет? Придется комментарии писать. Тебе? Ну, классно же. Ты посмотри, какая песня, просто. Это песня, это мечта. Такие песни на федеральные каналы не пускают, потому что она матерная. На федеральных каналах одни педерасты. Поэтому такие настоящие, мужские песни не пускают. Там только вот эта, голубизна вся, понимаешь? Цвет построения сидишь. Ты голубой. Как-то медленно крутишь. Тебе отдать бразды правления? Не-не-не. Быстро крути. Я же блогер, я снимать должен на видео. Заведут себе блок в свитере. В огне крутить не могут. Да. Блог в свитере. Знаешь что, я вырежу, где ты мне помогал. Покажу, как я один чик-чик и все сделал. Хорошо. Хе-хе-хе. Слушайте, ну хорошо. Вообще идеально. Видишь, получается, тут у нас стали опоры, да, вот эти вот крайние, здесь и здесь четко. То есть вся нагрузка пойдет не через пустоту, а через эти опоры. Конечно, знаю, я тебе об этом и сказал. Ну, я же сказал, что я вырежу, где ты там говорил. Ой. Повторяй. Ха-ха-ха. Да, и тут вот эта вот стала часть опоры. Видишь, смотри, на эту перемычку. Да не, вообще жестко, Надежда. Больше ничего делать вообще не надо. Все, только подключай воду и все. Классно. Осталось, осталось заделать дырку. Осталось. Осталось. Осталось.